всем привет с вами канал art money и сегодня мы с вами будем готовить щи со свекольными листочками листочки свеклы вот для этого нам понадобится картошка здесь у меня три картошины и 1 морковка я их уже мелко покрошила у меня уже вода в кастрюле закипела и сейчас я туда буду отправлять варю я без мяса если вы варите с мясом и сначала провариваете мясо полностью это говядина или свинина до полной готовности потом вы его вынимаете пока она у вас там остынет вы варите щи и там суп все такое вот а за это время мясо вы разделываете и потом в конце отправите обратно в кастрюльку вот у меня сегодня мяса нет поэтому я сейчас отправляю это туда пока у нас картошечка будет вариться мы с вами сейчас будем резать капусту и поехали так вот она наша капуста с моим с вами почистим немножко кочерыжку отрезаем кстати кочерыжку ее можно сварить из нее напиток она мочегонная считается если у вас слишком большой вес но вы не знаете в чем причина вроде бы стройненькая да не как обычно но при этом у вас слишком уж с весом что-то непорядке то можно вот таким образом просто жидкость застаивается в организме и ее нужно выгнать так ну тут все в целом они неплохая разрежем камера трясется у какая она внутри интересно так ну вот я капусту нарезала одну половиночку решила оставить потому что у меня кастрюлю 5 литров это будет слишком много вот вместо не хватит еще хочу добавить помидорку вот чтобы было бы вкуснее уже нарезал уже все вот у меня тут готовым немножечко нет большеватенькие некоторые получились и я высыпаю сейчас в кастрюлю и варим дальше ну вот они наши листочки сами листочки такие и вот тут есть хвостики сейчас я буду отрезать вот эти вот хвостики их крошить и отправлять сейчас сразу чтобы они успели провариться они потому что очень вкусно и мне очень нравится вот я уже водичку не стекла срезаем листочки пока убираем так нарезала я три помидорки крупненьких где-то вот таких вот и тоже сейчас пока у меня там уже тоже закипело варится мы тоже сейчас отправляем все туда и будем резать наши листочки сейчас немножечко поварится немножко они сварятся то есть они сейчас должны быть полностью готовыми об эти листочки мы туда высыпаем чуть-чуть также поварим ну как бы довезем до кипения и выключаем ну листочки они тоненькие они быстро сварятся тем более в кипятке так теперь мы с вами будем резать нашу зелень самый последний наш этап уже все с вами покрошили до морковку картошку помидорку может стать еще лучок но у меня уже кастрюли битком первый раз такой но она битком это даже наверно хорошо потому что сын у меня не особо любит бульончики он любит вот когда когда битков когда много всего много гуще так и мы режем не тоненько вот где-то чуть меньше сантиметра все теперь мы все это высыпаем в кастрюлю чуть-чуть минут пять наверно чтобы это все поварилось чтобы они не были вот такие жесткие немножечко они все-таки жестковатые у них и есть жесткая серединка чуть-чуть потом выключаем чесочек можно настоять наши щи хотел сказать борщ вот щи настоялись и мы с вами будем их пробовать вот оставайтесь с нами ну вот наши с вами щи и готовы открываем они уже постояли у меня часочек очень много гуще сытный будет бульончик красненький от помидорки картошечка всего много и капуста капуста проварилась прозрачненькая стала посмотрите какой он красивый конечно если бы был еще щавель конечно было бы хорошо помидорка тут вот она помидорка можно было конечно если был немножечко он гуще поменьше я помидорки добавила больше но немножечко не рассчитала так давайте его попробуем так сначала бульончик попробуем бульончик очень очень вкусный прям такой помидорки такое впечатление как будто в нем варилась одна помидора и чуть-чуть там капуста картошечки такой вот остальное прям по чуть-чуть как будто помидор прям было очень очень много очень такой обалденность помидоры кстати супы они очень вкусные вот и давайте сейчас попробуем всего по чуть-чуть возьмем так вот они да немножечко длинноватые картошечку возьмем еще можно кстати туда лавровый рис добавлять пока там что-нибудь скипит но вспомнил об этом последний момент и так пробуем вкуснятина все проваленное мягкое нежное как раз для беззубых для маленьких детей это будет прям вообще шикарно картошечка вот она прям мягенькая все проварилась листочки вот эти прямо они обалденные я очень люблю у меня сын их очень любит тоже вот помидорки мне кажется немножечко маловато но в следующий раз можно добавить побольше можно капусту добавить поменьше а помидорки побольше если у вас кастрюль маленькая очень вкусно даже знаете есть привкус щавеля видимо вот эти вот листочки свекольные может быть дают такой какая-то маленькая такая кислинка есть если бы конечно здесь еще бульон был на говядине на мясе до каком-то было бы еще вкуснее но сегодня у меня такой диетический диетические щи получились очень вкусные рекомендую такие делать вот так же можно чеснок добавить туда лук добавить мне кажется можно экспериментировать как угодно и добавлять все что угодно вот всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно пишите комментарии что добавляете вы все делаете вы их не делать может вы как-то по-другому что у вас есть какой-то свой рецепт я с удовольствием его попробовала приготовил вместе с вами вот и всем пока пока